Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем с вами такое заболевание почесуха. Вообще существует два вида почесухи. И первым мы разберем вид узловатой почесуха. Это заболевание, которое чаще возникает у женщин приблизительно в возрасте 30-50 лет. Их характеризуется высыпаниями в основном в подавляющем большинстве на верхних и нижних конечностях, проще на руках и на ногах. Возникают полушаровидные узелки, которые достаточно сильно зудятся. Величиной они от 2-3 миллиметров до полутора-двух сантиметров, то есть до лесного ореха где-то приблизительно. Они достаточно явно выступают над поверхностью кожи. Узелки имеют буровато-красный цвет. Часто они очень сильно шелушатся. На поверхности старых узелков видны скопления чешуек, которые достаточно с трудом отделяются. Кроме того, на старых узелках из-за того, что постоянные зуд, так называемые экскреации, то есть экскреации это последствия расчесов, такие с кровоподтеками небольшие. Часто они линейные. И соответственно, вот эти экскреации представляют из себя такие коричневатые засохшую кровь. Поэтому вот такие вот экскреации и корочки на поверхности вот этих вот узелков имеются. Достаточно сильный зуд характерен, возникающий, как правило, приступами. В межприступный период может практически не зудеть. И течение заболевания крайне длительное. Узелки очень стойкие к терапии. Они имеют зависимость от часто заболеваний желудочно-почечного тракта. Чаще всего это гепатиты, это желчекаменная болезнь, иногда заболевания почек и так далее. Бывают отдельные узелки самостоятельно разрешаются. Однако лечение крайне сложное и в ряде случаев требуется непосредственно даже при сжигание жидким азотом. Вторая почесуха. Почесуха гебры. Она больше характерна для детей, однако может также навалюдаться и у взрослых, но значительно реже. Дети, как правило, исключительно грудного возраста. Заболевание часто появляется в конце первого года жизни ребенка. И представляет из себя, сначала возникает, ну такая вот подвид крапивницы, то есть сами волдыри. Что такое волдыри? Волдыри это элемент, который возникает у каждого человека после укуса крапивы, когда происходит контакт с крапивой. Волдыри возникают часто на несколько часов, однако при почесухе они достаточно стойкие и постепенно на фоне этих волдырей начинают появляться узелки. Элементы характерны опять же для почесухи. Соответственно, чаще всего они появляются опять же на верхних и нижних конечностях, то есть на руках и на ногах чаще всего на сгибательной поверхности. Они быстро подвергаются расчесом, кровянистыми корочками и вот на фоне этих волдырей появляются узелки опять же, как и при почесухе узловатой. Но эти узелки гораздо меньше по размеру. Кроме того, на фоне этих узелков часто появляются пузырьки с серозной жидкостью. Они достаточно часто зудом непосредственно ну как бы разрываются, разрываются ногтями и на поверхности этих узелков часто можно видеть такую эрозию. Кожа достаточно активно у детей уплотняется, приобретает сероватый такой цвет и на поверхности этих узелков также видны вот эти мелкие трубевидные чешуйки, которые достаточно плотно прикреплены к этим узелкам, потому что развивается достаточно сильный зуд у ребенка. Нарушается, как правило, и психическое состояние детей, потому что это частый зуд, и часто сон плохой, такой ребенок крикливый. Часто за счет интенсивного зуда на фоне узелков вместе с узелками можно увидеть отдельные такие беловатые рубчики мелкие, потому что достаточно сильные расчесы при вот такой почесухе гебра происходят. Для почесухи у детей, а также редко наблюдается у взрослых, характерно припухание лимфатических узлов. Это происходит вследствие иммунной реакции. Припухают лимфоузлы, как правило, паховые, подмышечные, реже другие группы лимфоузлов. Как правило, они такой пастозный, кистозный, вот консистенции теста, как правило, не безболезненные, ну и достаточно большой величины. С окружающими тканями, как правило, не спаиваются и не воспаляются, не нагнаиваются. Сергей Тимофеевич Павлов при подобных почесухах у детей описал то, что у таких деток отсутствует подошвенного рефлекса. То есть, когда вы работаете по подошве, так сказать, подошва, не двигается, если по-простому говоря. Что касается диагностики почесухе, то она достаточно проста в своей диагностике, потому что, по сути дела, в обоих случаях появляются узелки, на фоне которых появляются часто пузырьки, чешулки и так далее, и формируется личный интенсивный зуд. Что касается причин, как я говорил, то часто это связывает либо с аллергической готовностью организма, типа диатеза у детей, либо с проблемами желудочно-кишечного тракта, чаще всего печени, поджелудочной железы у взрослых женщин. Что касается медикаментозной терапии, то при лечении почесухи используются различные комплексы витаминов, антигистаминные препараты типа Эриуса, Дезлоратодина и некоторых других, препараты гормонального ряда, в частности, это гормональные мази, дегтярные ванны, это когда человек натирается в дёртем наполовину с растительным маслом и ложится в тёплую ванну, при тяжёлых случаях это кортикостероиды, кортикостероиды могут использоваться чаще всего в форме инъекций, так и в форме таблеток, ванны с ромашкой чередой, ультрафиолетовое облучение и пувотерапия, но также используются различные чистки кишечника, препараты для улучшения работы желудочно-кишечного тракта по типу гептрала и многих других. При появлении расчёсов и осложнений в виде гнонячковой инфекции типа гнонячков и пусту назначаются антибиотики как в виде мази, так и в форме таблеток при распространённом процессе. При необходимости диагностики и лечения почесухи у детей такого взрослых вы можете обращаться к драматологам нашего медицинского центра платных КВД в Москве, у нас принимают опытные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением различных кожных заболеваний. Ждём вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на шкалу на YouTube и на шкалу на Instagram. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok